В спорткомплексе имени Ивана Дворного прошла презентация Умского баскетбольного клуба «Нефтяник». В этом сезоне команда будет впервые выступать в паре премьер-лиги. Впервые в истории Умского баскетбола наша команда играет в премьер-лиге. Это большой шаг, большая ответственность. Я уверен, что все вместе, нашей большой командой, мы с ней справимся. Еще это пишем с золотыми буквами имена Умского баскетбола в историю премьер-лиги. Состав «Нефтяника» обновился и укрепился. В команду пришла группа баскетболисток, успешно сыгравших за свои клубы в минувшем сезоне. Игровые майки получили 14 спортсменок. Капитаном команды вновь будет Елена Мешкарева. «Подобрался неплохой состав. Пришли опытные игроки, умные девчонки, так сказать, на одной волне схватывают на лету. Поэтому от этого очень комфортно играть на площадке. То есть у каждого, каждый, по сути, свой игрок, он лидер. И пытаются все играть в командную игру. И, соответственно, набирать свои какие-то очки. То есть уверенность появилась именно в надежности в коллективе, в команде, в понимании». Главным тренером «Нефтяника» осталась Елена Лазуткина. Она руководит командой уже более 10 сезонов. «Думаю, что девчонки сами хотят себе и всем доказать, что они могут достойно играть на этом уровне. Думаю, что в играх они это показывают. Надеюсь, что в сезоне они от каждой игры будут расти и расти, как игроки. Они останавливаются на пути». Первый матч в премьер-лиге «Нефтяник» проведет 3 октября на своем паркете. Наша команда сыграет с чемпионками страны, баскетболистками Курского «Динамо». «Коллектив вкладывается хороший, каждый может подменить другого. Поэтому у нас один может в защите выдать отрезок хороший, другой в нападении, третий организовать и каждый играет друг за другом. Мы будем стараться играть со всеми на равных, неважно, команда сильнее или слабее нашего уровня. Будем стремиться показывать стабильный баскетбол». Сразу после презентации в спорткомплексе прошел товарищеский матч между командами «Нефтяник Политех» и «Тюменской Тиу Гвардия», которые в предстоящем сезоне будут выступать в Лиге РЖД Ассоциации студенческого баскетбола. А «Мички» победили со счетом 115-57. Редактор субтитров А.Семкин»